Похоже, компания Jack очень серьезно взялась за российский рынок в ноябре. В продажу поступит кроссовер S7 и лифбэк Jaycee. Ну а сегодня китайцы презентовали свою полностью электрическую модель EF7S. Да, они решили попробовать свои силы в этом, мягко говоря, не очень популярном сегменте. В компании Jack уверены, что привлечь покупателей к зеленой новинке поможет сравнительно невысокая цена. Автомобиль в единственной комплектации «Лакшери», оснащенный обогревом передних кресел и боковых зеркал, климат-контролем, кнопками на руле, системой бесключевого доступа и кругового обзора, предлагается за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Прием заказов уже открыт. Jack уверяет, что предлагает самый доступный электромобиль на российском рынке. И с этим трудно не согласиться. Спрос на электромобили, как показывает практика, он есть. Только в России официально электромобили не продаются. Они продаются только дорогих брендов. Это Jaguar и Audi. Поэтому мы решили побороться, занять свою нишу в бюджетном сегменте. Модель построена на базе кроссовера S2. У электрокара аналогичные габариты, тот же размер колесной базы, только клиренс ниже не 200, а 130 миллиметров. В движение машину приводит 85-киловаттный двигатель. Литиево-ионная батарея емкостью 117 Ач имеет контур жидкостного охлаждения. Jack заявляет, что на одном заряде можно проехать 280 километров. Здесь у автомобиля также стоит процесс рекуперации. То есть от стиля езды будет зависеть, какая будет дальность хода для конкретного человека. То есть чем больше будете пользоваться педалью тормоза, тем вы можете увеличить свою дальность хода дополнительно еще на 10%. То есть порядка 300 километров в городском режиме, в пробках, вы можете проехать. Максимальная скорость электромобиля достигает 130 километров в час. А чтобы разогнаться с нуля до сотни, Jack'у требуется 12 секунд. Что же до подвески, то спереди стоит McPherson, а сзади полузависимая балка. Для России IEV-7S выпускает завод Sare Arco Autoprom в Казахстане. Там же, где собирают остальные модели марки, кроссоверы S3 и S5, а также пикап T6. Интересно, что Jack – первый китайский производитель, решивший привезти в нашу страну электромобиль. Если этот опыт окажется успешным, не исключено, что и другие поднебесные компании начнут поставлять в Россию свои электрички. Продолжение следует...